Привет всем, это обзор приставки Sunwell 95Z Plus, процессор Amlogic S912. Вот здесь он, как обычно, перегревается под полной нагрузкой, потому что радиатор маленький и алюминиевый, надо было поставить медный. Ну, очередная дегроприставка, конечно, она не самая плохая, но постоянно это вот эти с малюсеньким потреблением перегреваются, неудобные разъемы сделаны, все неудобно. Люди дорабатывают, ставят большой радиатор, маленький вентилятор сюда можно поставить. Но в итоге все равно под крышку это не влезает, так немножко страшновато получается. Хотя, по-моему, Amlogic это самый последний процессор, более-менее нормальный. Давайте посмотрим внутренности, HDMI. Питание, большой разъем, надежный, ну, выглядит надежным, толстый штырек, потому что в одной приставке предыдущей был тоненький штырек, отходил питание. Два светодиода, это от типа оптического такого кабеля для освещения, ну, полное барахло, нафиг не нужное, лучше бы сделали охлаждение хорошее. Это оперативная память, это постоянная. Меня еще удивляют все время, что на платке сделаны ножки по бокам, а на самом деле у нее ножки снизу. Но сколько можно, они, наверное, годами уже делают, они что, не знают, какой тип памяти, что ли, будут применять. Такие вот по бокам я уже данным давно не вижу. Оперативная память 2, это 16. Ну, свободно, конечно, там около 11, как обычно. Сеть 1 гигабит, по-моему, оптический выход звука. Хорошо, конечно. Я не очень понимаю, зачем в дешевой приставке. Это же какой-то наворот, как я понимаю. Тут вот, что-то BIOS, что ли, сидит. Микросхемка. Какая-то микросхемка. Это к сети относится. Деталька. USB 2.0. Две штуки. И очень плохо, что нет USB 3.0. Потому что очень медленно данные передаются. Здесь беспроводной модуль. Модуль стоит хороший. LTM 8830. Ну, это Qualcomm 6670. Какой-то Qualcomm, короче. Не знаю, зачем они по-другому его называют. Табло спереди. Нахер не нужно с кем-то часами долбанутыми. Опять же, я сказал, что лучше бы охлаждение хорошее сделали. Ну, хотя бы вентиляцию по бокам. Есть вентиляция снизу, но она ничего не дает. Потому что нагревается вот этот вот. Второй USB. А, нет, это карта памяти microSD. Тоже очень плохо, потому что надо было поставить SD. Micro неудобно. Вот второй USB. Здесь аудио-видео выход, по-моему. Через переходник какой-то. Или звук, я уже забыл. Ну, поскольку HDMI есть, я его не использую. Здесь мега-деграданское решение. Так, сейчас. Такой, кнопка. Кнопка такая. Вот она, видите? Для того, чтобы в режим прошивки входить. Нажимайте спичкой. Ну, спичкой вы не повредите. Пластик не сломаете. Спичкой. И еще, когда спичку вставляете, ее на себя поворачиваете. Тогда вы попадете. Иначе она будет у вас соскакивать. И не нажимать эту кнопку. Ну, если вообще решите заниматься прошивкой, кроме стандартной, у меня ничего не встало до этой вот стандартной. Я думал, вставлю прошивку от Угуса Великого. Ну, это такая фирма, которая делает, следит за прошивками. Но не получилось. Здесь вот антенна. Одна она. Вай-фай даже двухдиапазонный, 5 ГГц есть. И СИ, по-моему, даже. Но один, одна антенный. То есть он медленный будет в любом случае. И, естественно, очень маленькая зона приема. Будем, потому что антенна маломощная. Хотя бы две поставили бы. Или внешний разъем сделали. Ну, дешевая приставка ко мне попала как раз она, потому что она дешевая. Так-то лучше Угус, конечно, взять, если денег не жалко. Либо Mi 8S Pro какая-то там. Так. Здесь, видите, прям упирается штырек питания с HDMI. Ну, вот это Degra Ingenieria Азиатская. Так. И, естественно, вот это вот ужас с нажиманием. Заход в рекавери. Пока вы будете пихать сюда отвертки, всякую фигню, вы разломаете этот разъем. Ну, там, задевая контакты. Люди будут отвертками, гвоздями, фиг знает чем. Зачем это нужно было? Просто можно было сделать эту кнопку в стороне. Либо просто переключатель. Ну, вот такой вот переключатель. Китайцы, азиаты, американцы, кто там делает. Сумасшедшие люди вы, короче. Просто переключатель такой. Переключаешь, чик-чик. И все. И он входит. Чтобы это какая-то тетка, типа, что ли, не нажала. Так тетке и не полезет никак в прошивку. А нормальным людям неудобно. Сумасшедшие люди. Так, никакой вентиляции нету. Что-то у меня экран в зеленый цвет впадал, моргал. Не знаю, то ли это дефект конкретной приставки, то ли... Это вообще у всех такое. Карточку памятника, я сказал, неудобно вставлять, потому что надо ногтем вот здесь тыркать. Ужас. Так. Здесь вы видите вентиляционные отверстия. Они ничего не помогают, ничему не спасают. Здесь были ножки. Ну, я открутил, чтобы крышку снять. Резиновые ножки. Потом их, конечно, надо приклеивать. Здесь написано модель 912C. И дальше номер 2 плюс 16. Опять же, ножки и винты вместе. Это дегроинженерия, потому что ножки будут отлетать. Можно было сделать в разных местах. Можно было бы и откручивать, и ножки бы не отлетали. Но не дождёшься от китайцев, американцев совместные. Чего-нибудь нормального. Ну, вот такое вот. Уплатка здесь спаяна вроде аккуратно. Части деталей нету. Почему-то как обычно. Но с другой стороны я пока не смотрел, не откручивал. Сделано более-менее аккуратно. Вот пайка, вот эти детальки все. Но ужас, конечно. Опять это с перегревом будут проблемы. А, здесь подписано USB OTG. Вот этот вот. Только он. Ещё какой-то разъём под питание, что ли. Это XRX 3,3 вольта. А вот этот вот не подписан. Разъём. То ли звук, то ли картинка. Не помню точно. Вот такое вот первое впечатление. Прошивка нормальная. Но там, как обычно, стоит хлам всякий, который я не использую. Обычно я ставлю пустой Android. Там свои пару программок. То, что они пихают всем людям какие-то коди-плееры. Проводники какие-то нелепые по пару штук. Я не понимаю. Сейчас мысль только захламливают. Рут доступ есть. Так что можно удалить. Рекавери. Есть простенький, стандартный. ТВ-РП можно поставить. Ну, как-то немножко он коряво у меня работал. В общем, проблемы какая-то с прошивками. Нужен кабель USB двухсторонний. Тип-А. Вот такой, с двух сторон, чтобы прошивать. Но у меня прошивка либо не проходила, либо проходила, потом при следующей загрузке вставала. Чтобы вернуть назад стандартную, у меня получалось только через SD-карту. Чем-то с этой USB-ОТГ не шло. В общем, такое устройство. Если возиться не собираетесь, ну, более нормальное. Если захотите какие-то прошивочки, ТВ-РП ставить, у меня здесь ничего это не пошло. Тогда не берите. А если как стандартно, и с какими-то часиками придурочными здесь впереди, там Wi-Fi, еще какой-то будильничек показывает, я не понял, нафига он какой-то будильник показывает, то можете покупать. Стоит от трех там до... Ой, блин, не хочу даже в рублях говорить. 60 долларов стоит, короче, в жопу рубль. Пошел. Так бы, конечно, надо было бы мне взять... Ну, наверное, я и поменяю. Может, или еще один куплю. Mi 8 S Pro, какая-то квадратненькая. Либо Угус. Но Угус 6007. Дороговаст стоит. Там уже Mi 8 проще купить. Бывают с оперативной памятью 3... 3, по-моему, 4 не бывает. А, или даже 4 бывает. Но пофиг. Оперативная память не нужна. А вот хранилище нужно. Места очень мало все время. Жесткий диск не заработал. Приставка прям дохнет, когда подключаешь. Сюда подключаю, нахер рак обрубается. Ужас какой-то. Ну, что... Диск маленький, 2,5. Неужели нельзя было предусмотреть, чтобы можно было подключать? Ужас. Ужас. Подсветочка меняет цвет. Если кому нравится, зеленый, там, красный, 4 цвета. Я вообще в этом смысла не вижу. Табло в этой штуке. Потому что сама основа не сделана. При полной нагрузке большая температура получается. Я пока полностью не загружал, но люди пишут. Я думаю, наверняка так и есть. Сейчас у меня ничего не запущено, поэтому он градусов 60. Но я еще сниму следующие части. Покажу, наверное, оболочку. Как я поудаляю всяких ламп. Да потом, я думаю, оставлю в покое эту прошивку. То, что у людей получаются кирпичи, но, наверное, есть такая вероятность, но это когда какие-то неподходящие прошивки пихают. Может быть и так. Но у меня получалось вернуть к стандартной. пока не помирала она приставочка. Есть еще рок-чипы 33 какие-то 68. Надеюсь, ко мне рок-чип попадет. Потестирую тоже его. Там есть USB 3.0. Потом потестируем эти приставочки. Ну вот такая вот приставка. Оценку я уже свою сказал в предварительную. Смотря кто покупает. Не разбирающийся человек. Нормальная, хорошая. Разбирающаяся так себе на троечку. Но поскольку мне хотелось все и поставить и Могиск и ТВРП тут нифига не ставится. Я недоволен. Оцениваю среднее эту приставочку. Даже там без разницы какие деньги 3, 4, 5. Так себе. На этом все. Пока. Ребята, ждите второй, третьей части обзора других электронных устройств. Потому что я посмотрел обзоры. Как бы есть такие обзоры, фотки. Такие мне кажется более поверхностные. Никто какие-то детально вот так вот не рассматривает. Какие-то такие стандартные обзоры делают. Кому не стандартные, тогда мне кажется для того я и делаю этот обзор. Кто любит посмотреть, потестировать устройство. Но переделывать мне ее просто неохота. можно было и отверстие здесь просвелить, вентилятор поставить. Просто пока даже на это время нету. Ну всем пока. Пока.